Всем привет, ребят! Как у вас дела? У нас всё отлично. Мы собираемся по делам. Мы сейчас поедем в магазин. Нам нужно кое-что купить. Сегодня суббота, всё открыто до 4, поэтому у нас мало времени. Сейчас уже полтретьего. Зачем покупать две чёрные толстовки, если у Маргариты есть? Да? Правильно? Мама, я не пойду, я лучше дома останусь. Как хочешь. Кто хочет, пойдёт с нами. Кто не хочет, сидите дома. Лежите, отдыхайте, а мы поедем, потому что время уже 14.35. Трансляцию так и не открыли нам. Давай через Твич попробуем. Тебе там все в комментариях пишут. Ему не нравится эта свинка, он её боится. А он с ней играет. Филька. Да, на улице тепло. Сапоги не надо зимние одевать. Я сегодня даже такую курточку достала тоненькую. Осеннюю, весеннюю. Потому что тепло на улице. Всё, поехали. Макс всегда с нами как хвостик ходит. Куда бы мы ни пошли, он всё время с нами. Да, Макс? Кстати, тут двери у нас куда идут. Видите, у нас тут тоже спрашивали, что за двери здесь. Здесь прачечная. Если кто-то дома не хочет стирать, кто-то здесь стирает. Подвал. А здесь выход в паркок. Здесь можно оставлять велосипеды, самокаты. Сначала, когда сюда переехали, если честно, я боялась заблудиться. Столько дверей. Изначально было страшно. Думаешь, куда идти, в какую дверь ходить. Прикольно. Мы приехали в магазин. Не трогать. Да не трогай. А это что? Это тоже кактус такой, это алоэ. Папа наш хочет алоэ купить. А вот это? Пойдём посмотрим. Вот смотри, ананасик маленький растёт. Вот этот я хотела купить. Ой, да. Сколько он стоит? 18,95. А вот ещё. Прям растёт ананасик. Красивые цветочки. Я люблю пальмы. Ручками не трогай лучше цветочки. Вот что-то они такие маленькие совсем. Антончик и дитус. Очень маленькие. Это красивый тоже. Смотри какой. 9,95 стоит. Всё, кактус там бим. Ты кактус хочешь? Лео Макси хочет кактус. Я нашла травку для Фильки. Вот ещё одни кактусы. Я хочу вот такую. Какой? Эту. Такой вот этот? Да. Ты не трогай за иголочки. Так, держи за горшок и всё, не вытаскивай. Ты не хочешь? Боится, что уколется. Всё, пойдём идти. Мы ещё один взяли для другого кактуса. Всё, пошли. Мы приехали в другой магазин. Кое-что нужно посмотреть. Нет. Да. Пойдём домой. Ну хочешь, посиди в машине, нас подожди. С травкой тут. Нет. Поехали купить одно, купили другое. Вот такой вот альбом купила Каролине. Рисовать красками. И себе взяла скетчбук ещё один. Только здесь уже белые листы. Тот, который я купила себе, там такие немножко желтоватые, а здесь белые. 180 грамм. А на том скетчбуке у меня 140. И взяла себе бумагу для акварели. Всё-таки я хочу попробовать порисовать акварелью. Она очень плотная, 300 грамм. Только теперь мне нужна акварель, у меня её нет. Вот, так что. Потом приедем домой, открою и покажу. У нас уже продают всё для Пасхи. Делаем такие вот зайчики красивые. 29 франков, 24. Я тоже такого хочу к нам в этот сад. Уже газон, смотрите, какой искусственный, красивый. Красивые зайчики, кролики. Макс, пошли. Тут где-то должна быть акварель. Акварель пока то, что я... Карандаши только. Странно, так тяжело. Нет, это акрил. Я не знаю, нужно посмотреть, какая у нас тут Пасха католическая. Видите, тут же краску продают. Да! Всякие украшения. Я хочу красить. Видите, клятки разные. А как они красят? Надо посмотреть. Ну, тоже всего тут разного много. Я так думаю, в апреле. Но что-то не рановато, как всегда. И что родилось? Мы, как всегда, поехали купить одно. Закупили вон всякого, всего. Того, чего не хотели. Да, Макс? Не было там самолета. Купили краску, нашла я акварель, кисточки. Кисточки, конечно, неподходящие. Но хоть какие-то. У меня вообще кисточек нет. Ладно, пойдемте. Ой, как вкусно пахнет. Это что? Ммм, приятно очень. Не знаю. Вот, Маргоша попросила вот такие вот конфетки. Они, вот эта вот оболочка, она как, знаете, бумажная, съедобная бумага. Есть же? Может быть, кто-то пробовал уже. А внутри порошок кисло-сладкий. Такие вот конфетки. Я хотела, искала поменьше коробку, но поменьше не было. Вот такая вот только огромная. Здесь 378 грамм. Это съедобная бумага. А внутри порошочек? Что-то не слышно порошка. Вот она вот так вот открывает. Что, они пустые, что ли? Нет? А есть. Угу, есть там порошок. Так, ну и потом дома покажу, что я там взяла. Какие краски, что там. Разбили одну эту. Только что папа уронил. Что? Вот он. У нас было два для другого кактуса. Упал. Семь. Вот такая же у нас была. Да. Один разбился, да. Жалко. 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 А теперь можно вытащить вот из этой бумажки. Сильно колючее? Нет. Бонни, где Филя? Мы травку привезли ему. Вот он. Филюш. Филя. Бонни, ты тоже будешь? Ну, понюхай. Понюхай. На. Ну-ка. Ой, Бонни, нельзя. Ты что? Эй. Нельзя. Ты что такая? Жадная. Не дает Фильке. Кушай давай, кушай. Во. Он кушает. Нет, не получится. Уже не сможешь склеить, Макс. Он уже разбился горшочек. Разбился. Да. Нет, это бумага. Взяли акварель. Я хочу попробовать акварель рисовать. Только надо. Аквариус. Потом взяли кисточки. И взяли еще карандаши. Мои карандаши простые. Все растаскали. Вот целый набор разных карандашей. Один на целом. Жадная паста. На себе туда поставь в туалет. Такие вот тюбики. И кисточки. И наборчик вот такой вот. На, тебе тоже, Каролина, сможешь что-то рисовать. Белая. Вот, плотная бумага. Белая. Мам, они могут за раз весь тюбик выдавить? Нет, я с ними буду. Я буду показывать им. Это нужно на тарелочку выдавливать. Сначала нужно карандашиком нарисовать, а потом раскрашивать красками. 180 грамм. Тоже белые листы. Вот такой вот с тюбик. Здесь уже белая бумага. Она поплотнее, чем та моя. Надо попробовать маркерами. Мам, а да? Синий, это обращается зеленый. Желтый, синий, зеленый, да? Да. А красный и зеленый. Каричневый? А ну-ка, я хочу посмотреть, какие листы они. Для акварели листы. Так, плотные. Плотность 300 грамм. 20 штук. Так что, будем пробовать. Буду на своем канале пробовать. Я думала, тут только простые карандаши, а тут вот еще что. Смотри. Мелки. Точилка. Вот это... Ой. Это клячка. Клячка. Да, клячка, которую я потеряла. Которая у меня... Белый карандаш. А вот это? Коричневый. Может, что-то белый. А вот эти вверх? Ну, тоже мелки. Это мелки. Мелки. Ну, клячка. Канцелярские товары взяли. А с кем? Рисовать будем. Что хотите кушать? Не знаю. Ну, я тем более не знаю. Опять нужно готовить. Макароны? Мы уже вчера кушали макароны. Я не хочу макароны. Вечная проблема. Что приготовить? А? Что приготовить? Такое, чтобы быстренько покушать и не заморачиваться сильно. Что можно сделать? Вот я посмотрела, когда будет Пасха у католиков, когда будет Пасха православная. У католиков будет... 27 апреля. Нет, у католиков 17 апреля, а у православных 24 апреля. Вот. Так что неделя разницы рядышком совсем. Я решила сварить рис. Самое простое и быстрое, что можно сделать. И овощи. Рис с овощами. И сосиски. Что ты там ищешь? Уйдите, пожалуйста. Пожалуйста, уйдите. Маргарита. Пожалуйста, уйдите. Мы сейчас будем ужинать. Почему обязательно нужно перед тем... А пока ты, блин, это... Приготовишь? Быстренько. 10-15 минут и готова. Нет. Быстро все готовится. Нет. Да. На следующей неделе мы Ксюшу запишем к врачу. Поедем, чтобы посмотрели. В общем, поедем к нашему детскому врачу. И там посмотрим, что он скажет. Либо он что-то сделает, либо он к хирургу. Скорее всего, он к хирургу отправит. Потому что этим делом занимаются только хирурги. Бабушке не понравились эти конфетки? Не заценила? Ерунда, говорит, какая-то. Неприятно, когда кусаешь. Неприятно. Так это бумага. Как будто бумагу ешь, да? Ой. А мне нравится. Она еще так растворяется, а потом кисленькая. Матает. Угу. Женька на печенье закусывает даже. Мама, мне надо зеленый. Зеленый. Ты не хочешь рисовать? Что рисовать? Да что-нибудь. Я не знаю, что. Мама, правиль. Мы тут все сели рисовать. Давайте все рисуем. Каролина рисует акварелью цветочек. Макс, тебе помочь? Может тебе большой цветочек нарисовать? Да. Давай я тебя большой нарисую. Так, как все нормально. Малька еще рисует цветок. Да. Что, тебе цветочек тоже нарисовать? Да. Как Каролина. Да. А это что, мама? Это какой-то этот. Он рисует тоже. Это графитовый, по-моему, мелок. Это мелок. Мама, кстати, так размазывает. Я тут просто залипла на эту клячку. Прям как слайм. Да. Классно. Классно. Да, вижу. Вот этим тоже мне нужно. Есть сахар? Молодец. Высоко? Да. Хочу. Да, смотри, потрогай. Ксюша тут рисует. Много разных? Угу. Мама, я хочу такие фигурки, но они очень дорогие. В смысле, какие фигурки? Такие фигурки, они такие вот. Да? Или такие мишки, они вообще такие дорогие. Мужчина тоже рисует. Ничего не видно, наверное, но это пюрышко. Да, смотри. Мам. Вот так. Каролина уже второй рисунок, спанчбоб. И еще с моей первой ночи. А Маргарита уже расспрашивает. И только ночью. Там какая-то девочка без головы. Мама, это только вот это. Я поняла, Афина. А я пюрышко рисовала. Не так-то просто смешивать цвета, оказывается. Как со стороны смотрится. Я смотрела видео. И у них как-то это так легко получается. У меня, видите, прям переход видно. Я уже и воды добавляла. В общем, нужно учиться. Я все. Панчбоб тут. Пришла. Понимаешь, ты много краски сильно взяла. Оп. Теперь. Сус. Что такое сус? А, Могус. Это мне спать хочется. Время еще только 10 часов, и я уже засыпаю. Я уже закончила. В общем, как-то так у меня получилось. Я не знаю. Я первый раз рисую акварелью. В общем, что-то такое. Тут у меня перышко. Надо помочить немножко. А я не хочу. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Время 11 часов ночи. Мы с Каролиной кушать хотим. Я, в общем, взяла лаваш. Мажу этим... Как его называют? Сливочный этот. Крем-сыр. Теперь у меня здесь есть еще огурчик. Крабовые палочки есть и перчик есть. Все. Положила я огурчик. Положила крабовые палочки. А это как-то... Сыр. И все. Теперь заматываем. И закручиваем. Я не знаю, что получится. Я хочу кушать. Вот так вот. А я всегда тут сокрою. Вот, сокрою. Вот что получилось. Теперь надо попробовать. Неплохо, кстати. Палочки. С крабовыми палочками. Мне кажется, лучше идти спать. Иначе можно просто обожираться на ночь. Девочки и мальчики, собираемся спать. Время 12 часов ночи. Завтра ложиться пораньше, потому что школа. Я спать хочу. Давайте. Видео когда будешь снимать? Завтра? Да? Завтра будем снимать. Ракуша подготовила. Нет, завтра мне нужно учить свой день. Будет видео снимать для вас. Факты о себе. Я не знаю, сколько там фактов получится. Штук 30, наверное, да? И нет, я буду. И еще просили видео снять про твой телефон. Там ничего нету. Ничего нету? Правда, там ничего нету. Да? Ну ладно. Ничего нет, ребята. Только Snapchat, WhatsApp, TikTok, Instagram, першка и все такое. Но игр у меня нету. А, ну да, Маркуша не играет, поэтому, да, неинтересно будет. Там все такие, знаете, основные. Ой, у тебя сердечки попадали. Какие основные. Там все такие приложения, знаете, основные. Вот эти, да, действительно. Знаешь вот эти, которые в Испании живут, Катя и Ваня? У них дочка родилась. У них же сын. У них сын, да. Я сейчас только открыла, и у меня в рекомендациях видео. Они дочку назвали Аня. Тезка моя. Анютка назвали дочку. Два дня у них влог не выходил, по-моему. Нет, вчера влог не вышел, а вот сейчас только недавно. Уже сразу поняла, что они в больнице, значит, скорее всего. Я им там комментарии написала. Там у них много комментариев. Навряд ли, конечно. Навряд ли, конечно, они прочитают. Там уже 9 тысяч, где-то около 9 тысяч комментариев, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну ладно. Филька там что-то говорит. Филька кричит у нас, когда хочет в туалет, либо кушать, да? Либо, если никого нет, он один в комнате, если находится, он начинает кричать, что он один. Не просто там как-то мяу, как-то странно. Все, готовы все. Выключаем камеру. Ой, выключай свет. Моя чугли. Бонечка уже легла. Она любит на подушке спать. Хитрая какая. На подушку уляжется. А что ты не включаешь свой светильник такой космический, чтобы на потолке был космос? Он под кроватью. Ты раньше всегда включала? Тебе мешает? Нет, не мешает. Ой, не знаю. Он там где-то был. Где-то я его видела. Только пульт. Его Каролина не разбрала. Я у него забирала потом. Филька лежит на пороге. Растянулся колбаской. Все, спокойной ночи. Макс и Каролина уже спят. Уже спят. Ксюнчик. Филька! Ксюша! Давай, выключай телефон. Ксения! Выключай. Когда так хлопали, он сразу бежит. Давай, 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 давай. Он бежит к себе в домик. Опа. Хвостатый. Ты хвостатый? Ку-ку. Приветки, всем пока. Спокойной ночи. Пойду я в лукомонтировать. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok